Искусственная сладость бывает в двух днях. Первый – заденители. Фруксоза, сирит и сарбит. Они участвуют в обмене веществ. Значит, и у колоризма. И намного меньше, чем у сахара. Другое дело подпосластители. Цикломат, сахарин и аспартам. Их организм не перевалит. Выбудет наружу безо всякого вреда для фигуры. Зато для здоровья. Таких подпосластителей, как аспартам, сахарин, цикломаты, они вызывают в организме, сахарозаменители и высокоинтенсивные подпосластители законодательно разрешены к использованию в пищевой промышленности, согласно РФ СанПин. Гигиенические требования по применению пищевых добавок. Смотрите раздел. Сахарозаменители и подпосластители ранжируют по степени сладости относительно сахарозы. Это индекс С. Сахароза принимается за единицу сладости. Систематика проводится следующим образом. По калорийности вещества и по степени сладости. И самое главное, первое, что необходимо нам знать, сахарозаменитель и подсластитель – это разные вещи. Те, что являются сахарами по происхождению, это сахарозаменители. И, как правило, их сладость не сильно отличается от сладости сахара. Да и сахара калорийные. По факту, это просто замена сахара другим сахаром. К ним относятся известная всем фруктоза, лактоза, то есть молочный сахар, патока и глюкозофруктозный сироп. А те, что не являются сахарами, но калорийны и не имеют высокую степень сладости – это объемные подсластители. Их еще называют полиспиртами. И последние, мои любимые. Те, что не имеют калорийности, и их калорийность крайне мала, и вдобавок имеют высокую степень сладости – это интенсивные подсластители. И это чистая химия, синтетические подслащивающие вещества. А вследствие полного отсутствия калорийности у этих веществ, они последнее время стали вытеснять природные, калорийные, сладкие вещества из некоторых пищевых продуктов и рационы питания, например, диабетиков. Аспартам – в 200 раз слаще сахара при том же объеме вещества. А вот новинки вроде неотама – аж 8000 раз. И это прекрасно. Я предлагаю начать с самого простого – с обычных сахаров или типичных сахарозаменителей. К ним относятся всем известная фруктоза, лактоза, то есть обычный молочный сахар, патока и глюкозно-фруктозный сироп, то есть сахарозаменители. Все заканчиваются на ОЗО. Есть, конечно, и другие моносахариды – РИБОЗО, которые также продаются сейчас как спортивная добавка. Но они не так важны в нашем рассказе. Главное – я перечислил. И по степени сладости относительно сахарозы индекс СС сахарозаменители очень похожи на сахар. В этом их самый большой недостаток. И вдобавок они ещё калорийные и не сильно отличаются от сахара. По факту, это простая замена сахара другим сахаром. И они, как и сахар, потребляются в достаточно больших количествах, но имеют всего в 1,5-2 раза меньшую, чем у сахара энергетическую ценность. Это не очень сильное различие. Обычная молекула сахара состоит из двух компонентов – фруктоза и глюкоза. Фруктоза и глюкоза пополам. Это называется дисахарид. Когда любой углевод в виде пищи попадает к нам в желудок. Под действием пищеварительных ферментов углеводы расщепляются до исходных составляющих. И даже под действием ферментов слюны вы можете почувствовать это. Просто, если мы пожуем обычный крахмал, со временем он станет сладким. Крахмал даже в ротовой полости превращается в глюкозу. И вот к этому ключ. Только единственный сахар всасывается у нас в желудке и попадает в кровь – это глюкоза. И вы не можете усваивать сахарозу, вы не можете усваивать лактозу, вы не можете усваивать крахмал напрямую, вы можете усваивать только глюкозу. Фруктозу, галактозу. И это всё попадает в воротную вену по пути к печени. И в каком-то смысле это делает все пищевые углеводы одинаковыми. Они так или иначе в конечном итоге в финале превращаются в глюкозу и попадают к нам в кровь. Если вы едите чистую глюкозу, мальтодекстрин или крахмал – всё это в конечном итоге превращается в глюкозу. Это важно понять. И это очень важно запомнить. Это основной столб понимания того, как действует на нас сахар. Вещество растительного происхождения – это фруктоза. Её получают из фруктов и ягод. Природная фруктоза есть также в мёде. Почти половина от общего веса этого продукта. Её начали производить относительно недавно, лет 30-50 назад. До этого её добывали в чистом виде из клубни гладиолуса. Отделять фруктозу от глюкозы, например, экстрагируя её из мёда, мы просто не умели. Человечество это не умело делать, а поэтому она была лекарством. Пчелиный мёд, как бы красиво и везде не описывалось, это отрыжка насекомых из полупереваренных выделений половых органов растений. Не забывайте, любители всего естественного и натурального, об этом интересном факте. Итак, в мёде фруктоза и глюкоза пополам. Фруктоза считалась всегда хорошим заменителем сахара. Почему? Она в полтора раза слаще сахара. Значит, принесёт меньше калорий. Она не повышает уровень сахара в крови. Согласно уровню гликемического индекса, повышает намного ниже, чем повышает обычная глюкоза или сахароза. И значит, как считается, не будет откладываться в жир. Но это неправда. Она меньше вредит зубам, чем сахар, потому что хуже усваивается микроорганизмами в ротовой полости. И это, кстати, правда. И все эти тезисы мы детально разберём. И теперь, когда фруктозу всё-таки научились делать дёшево и сердито, и много из сахара, стали выясняться и другие интересные истории про фруктозу. Фруктоза – моносахарид, полностью поглощается клетками печени. И фруктоза, в отличие от глюкозы, которая после попадания в кровь может быть использована для производства триглицеридов, то есть жиров, как правило, сначала поступает в печень. Часть её может быть преобразована, точнее, не совсем уже фруктоза, а её метаболиты, в перуват. Другая часть превращается в лактат. Основная часть превращается в глюкозу и гликоген. А часть атомов углерода от фруктозы может быть преобразована в жирные кислоты. И у фруктозы довольно длинный путь до её преобразования в глюкозу и гликоген. И, соответственно, её использование для восполнения мышечного гликогена после тренировки не является особо эффективным. При поступлении фруктозы в организм как самостоятельно, так и в составе того же самого обычного сахара или сахарозы, именно фруктоза является основным источником формирования и наполнения гликогена печени. Иногда, да, мышцы не испытывают потребности в гликогене и полностью заполнены. Неважно, из чего этот избыток сформировался. Неважно, избыток есть, что вполне может наблюдаться, когда мы очень много едим. И вот этот избыток, если нам поступает фруктоза, а нам не нужно больше гликогена, может быть использован для производства жиров, то есть жира в самой печени. И это у многих специалистов сейчас вызывает опасения. Когда углеводы поступают в организм из еды, то они разбиваются на глюкозу и фруктозу. Глюкоза попадает в кровоток и участвует в ряде метаболических процессов. Она может сохраняться в мышцах или в печени в виде гликогена, который затем используется позже в качестве источника энергии во время, например, вашей высокоинтенсивной тренировки. Глюкоза может быть использована непосредственно для получения энергии. И, наконец, глюкоза может преобразовываться в жир. Это будет зависеть от ряда факторов. Физическая активность, сколько калорий вы едите в день и прочее, прочее. Вот фруктоза не может преобразовываться напрямую в глюкозу. Увы, с ней этого не происходит. Например, фруктоза сохраняется в печени как гликоген. И это преобразование вызывает опасения. Сейчас мы об этом скажем. Видели ли вы, как выглядит вообще фруктоза? Она выглядит точно так же, как обычный сахар. Но при этом она где-то в полтора раза слаще. Зависит от температуры, при которой мы её употребляем. Но в отличие от глюкозы, она имеет низкий гликемический индекс. И да, для диабетиков это лучший выбор в сравнении с сахаром. Но есть колоссальное, огромное «но». Она всё-таки влияет на уровень сахара в крови. И поэтому при диабете использовать её нужно очень осторожно. Проблема большинства людей, страдающих диабетом второго типа – это избыточный лишний вес. Мы не рассматриваем диабет лада и прочие вариации. Стандартный диабет второго типа. А фруктоза обладает примерно такой же энергетической ценностью, что и обычный сахар. То есть, 375 калорий на 100 грамм. Но попадает в клетки без участия инсулина. И на его секрецию практически не влияет. Но влияет на уровень сахара в крови. А поэтому при диабете использовать её нужно очень осторожно. По мнению некоторых специалистов, диетологов, например, Монтиньяко, любой человек, который заботится о своём здоровье, должен полностью заменить в своём рационе сахар на фруктозу. Может быть, мысль и неплохая, но это неправда. Как вы понимаете, о фруктозе и о сахарах мы будем ещё дополнительно говорить, как и о гликемическом индексе, как и об инсулине, о том, как это вообще связано с потреблением сахара. Такие обзоры будут дальше. Но в двух словах, на самом деле, это те вещи, которых не нужно бояться. Нужно просто следить за, например, уровнем сахара в крови или за уровнем инсулина только узкому числу людей, тем, кто болеет диабетом. И то не всегда и не во всех случаях вам нужно следить за показаниями глюкозы и инсулина в крови. Потому что белковая пища, например, даёт очень сильный скачок инсулина, не хуже сладких напитков. Но это уже другой разговор. Нет, то, что рассказывают спортсмены – это дикий бред. Но выяснилось, что несмотря на то, что мы заменяем фруктозой глюкозу или сахар, люди не потребляют фруктозы меньше. Увы, а пьют даже больше сладкого. Например, напитков на фруктозе. А это можно хорошо отследить на якобы диетических шоколадках, которые в огромных количествах поглощаются диабетиками и продаются почти во всех магазинах. Встретить такие вы можете в разделе диетического питания в любом большом гипермаркете. Печенье на фруктозе, шоколадки на фруктозе. И, увы, это всё бодрая куча калорий. Вдобавок пустых. А ещё они невкусные. И ещё фруктоза усваивается только печенью. Так что при избытке калорий есть вероятность того, что фруктоза может откладываться в жир при избыточном потреблении. Клетка не использует фруктозу для энергии, поэтому 100% фруктозы, которую вы едите, метаболизируется в печени. Есть данные о том, что избыточное потребление фруктозы может вызывать так называемую безалкогольную жировую болезнь печени, или гепатоз жировой. Но это корреляция. Всё почему? Мы потребляем фруктозу. Она тесно связана с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Диабетики потребляют фруктозу, чтобы понизить уровень сахара в своей крови. И у нас есть растущие дебаты в медицинском сообществе о том, влияет ли потребление фруктозы на развитие жировой дистрофии печени. Просто потому, что люди, которые болеют сахарным диабетом и имеют профицит калорий, они просто жирные, они уже имеют проблемы с печенью, потребляют фруктозу, и у нас здесь есть связь. Ага, фруктоза может влиять на печень, потому что она метаболизируется в печени. Некоторые материалы показывают связь, другие – нет. Но в любом случае ваша печень может конвертировать как глюкозу, так и фруктозу в жир. Существуют ферменты печени, которые называются фосфофруктокиназа, или ФФК, которые нужны для превращения фруктозы в жир. Однако фруктоза обходит этот шаг и может двигаться по более эффективному пути преобразования в жир, или в триглицериды. Основные аргументы людей, которые призывают к сведению к минимуму потребления фруктозы – это то, что фруктоза обходит фосфофруктокиназный путь, а значит, она будет легко превращаться в жир. Но, тем не менее, только потому, что фруктоза обходит этот путь, это не означает, что она будет преобразовываться в жир. Поймите, куда идёт фруктоза, зависит от множества факторов. Вы не можете это контролировать, но когда вы создаёте дефицит калорий, например, вы активно тренируетесь или у вас низкокалорийное питание, то фруктоза превращается в глюкозу или в гликоген, но никак не в жир. Например, одно исследование показало на крысах, что 50% фруктозы от углеводов питания не ухудшают потери жировой ткани. Другое исследование показало, что когда люди находятся в дефиците калорий, то есть, на диете, фруктоза не оказывает никакого влияния на сжигание жира. Понимаете, формирование гликогена, то есть, энергетических запасов в ваших тканях, в печени является ключевым фактором, потому что оно отражает общее состояние энергии вашего тела. На самом деле существует прямая связь между количеством гликогена в печени и скоростью, с которой ваша печень метаболизирует или преобразует жир. Кроме того, существует обратная зависимость между созданием гликогена в печени и созданием жиров в печени. То есть, чем больше фруктозы направлено на гликоген в печени, тем меньше её будет направлено на создание жировых тканей и запасов в печени. И это, в принципе, означает, что если у вас избыток усвоенной энергии, то есть, съедается больше калорий, чем тратится, а значит, депо гликогена в печени постоянно заполнено, у вас постоянно достаточно запасов, то фруктоза идёт эффективно на формирование именно жира. Однако, если вы находитесь в дефиците энергии, едите меньше калорий, сидите на диете и прочее, то депо гликогена у вас не заполнено полностью, а значит, фруктоза не пойдёт в жир, и вам не о чем беспокоиться. В любом случае, избыточное количество фруктозы в вашем рационе – это довольно сложная история. Нужно действительно постараться. Но люди с ожирением это активно делают, нажирая свои калории, извините, добавками для диабетиков на основе фруктозы. Таким образом, можно взять и грубо прикинуть, что 60-100 г фруктозы в день не ухудшит ваши усилия по потере жира в период набора мышечной массы. Если при этом вы ещё и тренируетесь регулярно, ваше питание выстроено соответствующим образом, это не значит, что вы должны получать 60-100 г фруктозы в день из колы, например. Но вы не должны бояться этого и иметь в питании продукты с фруктозой. Особенно, если источник фруктозы – это цельные фрукты. Почему? Потому что они вкусные. Вот и всё. Дебаты по поводу роли фруктозы в ожирении, ожирении печени и других метаболических заболеваниях отвлекают нас от самого главного вопроса – вопроса избыточного потребления калорий. Главное – напоминать людям о том, что избыток калорий, являются ли они из фруктозы или из любых других источников. Это основная, главная проблема, а не сам источник. Понимаете, какой вывод можно сделать? Если есть столько, сколько необходимо, и регулировать калорийность своей пищи и количество движения, продукты с фруктозой вреда вам не принесут. А вот с реальными людьми так получается, увы, не всегда. Так что в итоге? Скажите, виновата фруктоза или переедание? Итак, какие плюсы? Плюсы следующие. Фруктоза имеет низкий гликемический индекс и позволяет лучше контролировать глюкозу в нашей крови. Что является важным свойством для, естественно, людей зрелого возраста, склонных к ожирению, у которых часто происходят сильные колебания уровня сахара. Второй пункт – фруктоза немного слаще обычного сахара по индексу СЭС. Третий пункт – в разных блюдах фруктоза особенно подчёркивает вкус и аромат фруктов и ягод. Четвёртый пункт – это то, что продукты с фруктозой дольше сохраняют свою свежесть. Фруктоза имеет свойство консервации, и можно использовать её как консервант. Пятый пункт – безопаснее для зубов. И, в общем-то, всё. Теперь у нас есть минусы. О минусах важно помнить. Фруктоза всё-таки влияет на уровень сахара в крови, поэтому при диабете использовать её нужно очень осторожно. Второй пункт – люди, которые желают похудеть, не должны забывать о её достаточно высокой калорийности. Третий пункт – существуют риски развития жировой дистрофии печени. Но это не точно. Нет ничего плохого в том, что человек любит вкусно поесть. А именно для этого сахарозаменители и посластители и нужны, чтобы сделать нашу пищу немного вкуснее. Еда доставляет человеку удовольствие. Почему мы должны есть невкусную пищу? Неужели в мире без этого недостаточно пресных невкусных вещей? А если можно получить удовольствие от сладкого вкуса без потребления калорий? Можно было бы долго расписывать успехи химию и биотехнологии, которые привели к существующим методам получения посластителей. Можно перечислять Нобелевские премии за работы в области химического синтеза и физиологии, которые привели к тому, что мы сейчас наблюдаем в продуктовом магазине. Каким бы вредным и непонятным не представлялся бы для обывателя процесс создания и производства аспартама, в основе его лежит серьезная наука, намного более сложная, чем думают многочисленные телеэксперты. Гораздо более серьезная, чем выращивание и сбор черного перца или яблок. Или курицу. Но знаешь ли ты, как проверяются вообще все добавки, в том числе подсластители и сахарозаменители? Доказать безвредность просто невозможно. Всегда можно доказать вред. Водой легко отравиться. Поэтому даже когда мы доказываем безвредность чего-то, формально мы доказываем именно вредность. Определяем наименее вредное действие – канцерогенность, токсичность и прочее. И уже на основании полученных данных разрешают или запрещают что-нибудь, будь то это сахарозаменитель, подсластитель или любая другая пищевая химия. Факт состоит в том, что для разрешенных Е-добавок вредность проверена, а параметры безопасности закреплены. А все продукты – косметика, БАДы, масла для ароматерапии, и натуральные продукты считаются безвредными, потому что их вредность никто не измерял и никто не фиксировал ни в одном законе. Пищевая химия уже давно безопаснее натуральных продуктов. С каждым годом все строже и строже требования безопасности к этим продуктам. А это приводит к ступору в их создании и разработке. Но никто еще не прогнал по этим тестам кусок мяса, кофе, настойку боярышника, можно отравиться поваренной солью или яблоками. Промышленное производство любого продукта подразумевает стандартизацию, повышение качества, стабильности и безопасности в сравнении с кустарным способом производства и использование вспомогательных материалов. Это относится и к производству пищи. Продукт питания должен не только содержать нужные питательные вещества, он должен быть приятным на вкус и внешний вид, обладать нужной структурой и не портиться в процессе хранения. Для достижения этих параметров служат пищевые добавки с индексом Е. Факт в том, что в список разрешенных пищевых добавок попадают только те, которые прошли тщательную проверку на безопасность. Эти вещества изучены со всех сторон. Известна каждая подробность их метаболизма, особенность их поведения в тех или иных продуктах питания, взаимодействие их с другими компонентами пищи и другими пищевыми добавками. Первым шагом на пути установления безопасной нормы потребления является определение NOA-L – No Observable Adverse Effect Level. Данный показатель определяется экспериментально, выражается в единицах массы вещества на массу тела. При установлении величины NOA-L проводят серию долгосрочных экспериментов, обычно над крысами, и исследуют влияние этого вещества на организм животного. И испытатели устанавливают такую дозировку, при которой статистических заметных отклонений между контрольной группой и группой животных, которых кормили добавкой, не существует. Проще говоря, при потреблении выше NOA-L есть отличная от нуля вероятность вреда здоровью. При потреблении ниже никакого вреда нет. Но этот показатель всё равно не используется при создании технологических регламентов. Дело в том, что человек отличается от грызуна. И в качестве показателя безопасности мы руководствуемся другим параметром – допустимое суточное потребление. Acceptable Daily Intake – ADI. Дело в том, что ADI отличается от NOA-L в 100 раз. С целью учёта разницы метаболизма человека и животного. И уже на основании ADI мы определяем допустимую дозировку для человека. То есть, ADI в 100 раз меньше, чем NOA-L. Ещё, ещё, ещё ниже. Ниже к безопасной норме. И количество вещества в 100 раз ниже, чем NOA-L. Считается, что потребление добавки в количестве соответствующем ADI в течение жизни при ежедневном потреблении никак не сказывается на здоровье. И в настоящий момент нет ни одного зафиксированного случая нарушения этого правила. Если бы оно было, добавку бы запретили. Даже при потреблении продуктов питания с разрешёнными пищевыми добавками в составе, вы гарантированно не съедите более 1% от научно допустимого безопасного уровня этой добавки. Следующий сахарозаменитель – это фруктозно-кукурузный сироп. Бич нашего времени. Как говорят эксперты, его хулят абсолютно все. А по факту это обычный сахар. Просто в другой форме. Фруктозно-кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. KSVSG или High Fructose Corn Syrup – это искусственный сахар. Несмотря на его название, он почти идентичен с сахарозе. И они работают, в общем-то, абсолютно одинаково в нашем теле. А глюкозо-фруктозный сироп находится в значительной степени в сладкой газировке. И если проблема заключается в том, что это искусственный сахар, то знайте, что не все жидкости приводят к полноте. Но понятно, что чрезмерное употребление энергетиков, сладких напитков может поспособствовать ожирению. И сейчас это очень популярно – обвинять сладкую газировку за счёт наличия в нём глюкозо-фруктозного сиропа вообще во всём. Но давайте просто посмотрим фактом в лицо. Потребление газировки – это потребление продукта с высоким количеством сахара. И неважно его источник – был он натурального происхождения или получен искусственно, как в примере с глюкозо-фруктозным сиропом. Это неважно. Никакой разницы в плане метаболизма этот продукт не имеет сравнения с обычным сахаром. И добро пожаловать на похороны здравого смысла, где те, кто спасает нас от вредных продуктов, винят во всех бедах глюкозо-фруктозный сироп. А что самого плохого в нём? Это, конечно, фруктоза. Та же самая симптоматика. Обвиняют в первую очередь фруктозу во всех проблемах. Но о фруктозе нам уже известно. Эксперты говорят, что чем больше фруктозы, тем хуже. А сколько фруктозы в глюкозно-фруктозном сиропе? Получают глюкозно-фруктозный сироп из крахмала. Процесс несложный. Сначала с помощью определённого набора ферментов крахмал гидролизует до глюкозы. А потом с помощью другого фермента превращают глюкозу во фруктозу. И в итоге смесь, которую мы получили из глюкозы и фруктозы, её стандартизуют по содержанию глюкозы и фруктозы. И мы получаем смесь моносахаридов. И это называется глюкозно-фруктозный сироп. На выходе – продукт, который равен по вкусу и по сладости сахару. Только он просто дешевле и технологичнее, удобнее в использовании. Есть так называемый глюкозно-фруктозный сироп 55. Это его спецификация. В нём содержится порядка 23% воды, и в сухой части 55% фруктозы, и 41% глюкозы, и 4% каких-либо других сахаров. То есть, обычный сахар содержит 50 на 50, то в глюкозно-фруктозном сиропе будет на 5% больше фруктозы. Даже не на 10, и даже не на 20, всего на 5. И да, для замены 1 кг сахара требуется 1 кг глюкозно-фруктозного сиропа. В Кока-коле содержание сахара обычно составляет 10%. Это значит, что 1 литр колы даст организму 53 г фруктозы, и 1 литр колы на глюкозно-фруктозном сиропе даст организму 44 или 43 г фруктозы. То есть, и сахар, и глюкозно-фруктозный сироп с точки зрения получения отдельно моносахаридов ничем не отличаются. Это равноценные вещи, разница минимальна. Ссылки на все материалы вы можете посмотреть в архиве в описании к видео. И все истории о том, что сахар или глюкозно-фруктозный сироп вызывает ожирение – это другой вопрос. Мы его обязательно рассмотрим. Но не в этом контексте. Это совершенно не важно, потому что проблема не в веществе, а проблема в его избытке. Я думаю, снять ролик о Джейме Оливере и о его фильме про сахар. Борис против. И по факту мы просто меняем сахар на сахар. А тут вопрос в другом пищевом заговоре, который на самом деле существует. Дело в том, что производство глюкозно-фруктозного сиропа сильно бьет по кошельку производителей сахара, так как эта технология дешевле. Да, теория заговора интересная, но деньги здесь все равно играют роль. Коммерческая составляющая. Посмотрите, потребление сахара – коричневый глюкозно-фруктозный сироп – на душу населения по годам. И можете сами оценить потери производителей сахара в денежном выражении с учетом того, что сахар стоит дороже, чем глюкозно-фруктозный сироп. И глюкозно-фруктозный сироп просто экономичнее и выгоднее, и удобнее использовать. А теперь задайте себе вопрос, почему вы знаете то, что вы знаете? Ваши знания, вполне вероятно, сформированы теми, кому просто выгодно говорить о вреде альтернативных сахарозаменителей. И как показывает история с подсластителями, действительно, незнание простых банальных вещей может быть выгодно. Возьмем настоящую вредную добавку – консервант Е211, бензоат натрия. Установлено, что он не оказывает вредного воздействия на мышей при ежедневном потреблении 500 мг на кг веса. На основании этих данных определён ADI равный 5 мг на кг веса. Данное количество консерванта может содержаться в 2,5 литрах обычной магазина газировки или в 700 г майонеза. Вред от ежедневного потребления такого количества майонеза, конечно же, будет. Но к бензоату он не имеет никакого отношения. Показатели безопасности регулярно пересматриваются. В 2011 году пересмотр коснулся одного антиокислителя – Е320. В 1989 году был установлен ADI на уровне 0,5 мг на кг. По итогам пересмотра показатель повышен на 1 мг на кг. Оказалось, что ранее утверждённые нормы были даже занижены. Е320 используется во многих продуктах, чтобы достичь потребления 1 мг на кг в день. Человеку массой 70 кг в день необходимо ежедневно съедать 350 г жира или 175 г жевательной резинки, или 3 кг сухого картофельного пюре. Антиокислитель несёт исключительно функциональные свойства. Предотвращает окисление компонентов пищи и, тем самым, сохраняя её питательные свойства и внешний вид, препятствуя образованию не очень полезных веществ. Существуют пищевые добавки, для которых показатель ADI не определён. Это не означает, что пищевая добавка недостаточно изучена. Наоборот. Так называемый ADI not specified – это означает, что у добавки просто нету лимита, нету предела и нормы. Её можно потреблять в любом количестве. Мы знаем настолько подробную информацию о влиянии добавки на здоровье, что мы делаем вывод о том, что она полностью безопасна. Кому-то это может показаться странным, но именно к таким добавкам относится глютамат натрия E621. Съесть его в количестве, которое может отразиться на здоровье, физически просто невозможно. В больших количествах E621 не только не делает пищу невкусной, но делает её неприятной, поэтому глютамата никто в продукт без меры не добавит. При этом максимально допустимое содержание в продукте всё равно ограничено законом. Все случаи так называемого вредного действия глютамата натрия наблюдались в ходе экспериментов, которые были связаны со вскармливанием мышей чистым глютаматом или его введение внутривенно или внутримышечно. А это условия, которые никогда не будут воспроизведены в реальной жизни. Никто себе не будет вводить инъекционный глютамат натрия. Подумайте, имеет ли отношение, скажем, яблоки к опытам, в которых мышам ежедневно вливают яблочный сок или кормят только яблоками всю жизнь? Ведь даже в самых переглютамаченных чипсах редко более 0,5% глютамата натрия. Это касается и запрещённых добавок. Их деятельность активно курируется комиссией по пищевой безопасности EFSA и FDA. Но появление таких добавок тоже логично в сфере новых исследований. Происходит пересмотр данных и изменение списка допустимых и недопустимых веществ питания. Если есть опасения, добавки выпадают из списка, либо новые добавки получают свой номер, и они становятся разрешёнными. Это не повод для паники, это кропотливая работа большого количества людей, учёных, экспертов, в результате которой продукция становится всё более и более безопасной. Следующий сахарозаменитель не совсем стандартный – это лактоза. Мы не будем его детально рассматривать, поскольку лактоза не используется в качестве сахарозаменителя. Однако всё-таки интересный факт. В молоке другой сахар – лактоза, который усваивается далеко не всеми людьми. То есть, маленькие дети имеют фермент для его расщепления, а у взрослых активность может падать совсем. Эта мутация, позволяющая усваивать молочный сахар, появилась в Европе 5000 лет назад и связана с тем, что люди одомашнивали молочный скот. Это называется лактазная персистенция и является исключительной привилегией человека, которая наследуется по аутосомно-доминантному признаку и характеризуется способностью поддерживать продукцию вот этого фермента лактаза, который расщепляет лактозу, и лактазы флорезин гидролазы на протяжении всей жизни. Так что, если у вас от молока болит живот, вы не европеец. А если вы можете пить молоко литрами, то вы мутант европеец. Это шутка. Следующим по списку у нас идут уже настоящие подсластители, а именно объёмные подсластители, так называемые полиспирты. Сладкие спирты, в отличие от сахарозаменителей, они уже ближе к реальному эффекту, который мы ожидаем от химии. В 2002 году Американская диабетическая ассоциация на основании опубликованных рекомендаций по диетическому питанию констатировала, что сахарные спирты вызывают менее выраженный постпрандиальный подъём глюкозы, то есть, после еды подъём глюкозы, чем, например, фруктоза или сахароза или глюкоза, а также имеют более низкую энергетическую ценность. К ним относятся мальтоза, эритрит, мальтит, ксилит, изомальт, сорбит, монит и лактит. И несмотря на то, что спирт в имени есть, это продукты, которые не содержат этанола, сахарные спирты являются безопасными для тех, кто любит много пить, для алкоголиков. Сорбит впервые был выведен в мороженых ягодах рябины. И сорбус – от слова «рябина» по латыни. Он также содержится в морских водорослях, в яблоках, абрикосах и других плодах. Ксилит получают из кочерыжей кукурузы и шелухи хлопковых семян. По сладости ксилит очень близок к сахару, а сорбит почти в два раза менее сладкий. По калорийности они оба с сахаром сравнимы, а на вкус от него отличаются, но незначительно. Это касается вообще всех остальных полиспиртов. Они не слаще сахара, но в связи с тем, что менее калорийны, и не поднимают уровень сахара в крови сильно, это уже намного круче и намного лучше. Но до идеала не дотягивают. И на личный мой взгляд, идеальная химия должна не иметь калорийности вообще и быть необычайно крепкой. Использование объёмных подсластителей полиспиртов технологами заключается в том, что полиспирты могут быть использованы в качестве антисклеивающихся агентов, а также в качестве стабилизаторов и загустителей. И в отличие от реальных интенсивных подсластителей, они, увы, имеют калорийность. Подобно вообще сахарам, они могут использоваться в качестве наполнителей. В настоящее время ксилит получают путём гидролиза из хлопковой шелухи или кукурузных кочерыжек. В Финляндии ксилит получают из берёзовой коры. Процесс состоит из двух стадий – гидролиза, полисахаридов, сырья до образования ксилозы и восстановления последней до ксилита. Его производство возможно на действующих сахарных заводах без изменения технологического процесса. В России это тоже делают. Всем привет! Сегодня мы находимся в питерской компании МТ. С нами Игорь Вадимович, генеральный директор и главный инженер. И сегодня нам расскажут об аппарате, который занимается промышленным синтезом ксилоза или всем известного сахарозамитетной ксилита. Игорь Вадимович, расскажите нам, что это за устройство и как оно работает? Ну, это довольно серьёзное устройство. По заказу компании «Невский фарватер» АМТ выполнил разработку получения ксилита из древесных опилок, из лиственных, из берёзовых, например. Отходы производства? Да, из каких-то отходов производства. В данном случае, в чём интересна эта технология, это интенсивный массообмен происходит за счёт контакта флористого водорода в газовой фазе с опилками, которые находятся в верхней части этой установки. Собственно, сама установка позволяет при разной температуре проводить эту реакцию и, соответственно, следить за выходом и ходом материала. И это инновационная разработка. То есть, по факту можно сказать, что никто именно из данного сырья продукт не получает в таком формате? Видите ли, много кто пробовал и много кто декларировал получение этого продукта из разных источников сырья, но практически у нас ни один завод не построен. Вот, а как раз эта группа, которая этим занималась, получила вчера справку о приоритете. Поэтому, да, у нас как бы все возможности работать с этим в открытую. Это очень здорово. И в сравнении, скажем, с аналогами, я так понимаю, синтез более дешёвый и, соответственно, сырьё у нас, ну, опилки и всё остальное. Синтез дешёвый, экономичный, с хорошей энергетикой, с хорошими показателями. Выход практически теоретический. То есть, вот так вот. Мы достигаем выходов ксилозы от древесины. Ну, вот сколько из ксилоза есть, столько мы вытаскиваем, да. Да, это получает, ну, термостат. Это термостатируется газовый поток. Инновационные вещи. Из соплей. Из соплей. На вполне законных основаниях из-за подозрения в канцерогенности вылетел из списка разрешённых формальдегид Е240. В США в своё время на тех же основаниях был исключён из разрешённого списка подсластителей цикломат Е952. Подозрения позже были неоднократно развеяны. Но, несмотря на все усилия пищевого лобби, продажный FDA до сих пор отказывается разрешать эту добавку. Что, правда, не мешает цикломату входить в разрешённый список добавок в других странах. Это нормально. Продукты питания – это сфера повышенного риска. И требования безопасности для неё должны быть тоже повышенными. Гораздо хуже разрешить что-то вредное, чем запретить безопасное. Может ли в продукте содержаться запрещённая пищевая добавка? Технически может, но практически осуществить это нелегко. Зачем производителю это делать? Ведь список разрешённых добавок велик. И всегда можно выбрать разрешённую. Это проще, чем вступать в конфликт с законом. Кроме того, купить запрещённую добавку не так-то легко. Она же запрещена. Добавить вещества в продукт больше, чем разрешено, конечно, возможно. Но нужно ли? Кто будет есть колбасу с превышением фосфатов, если она будет мыльной на вкус? Зачем добавлять аспартама больше, чем разрешено, если он и так прекрасно работает? Зачем добавлять больше ацисульфама калия, если он в больших количествах только портит вкус? Вы же не добавляете на кухне в тесто 20 яиц вместо двух положенных? Или поваренной соли вместо щепотки килограмм? Зачем же нужно производителю делать это? Как вы можете видеть, большинство сахарных спиртов оказывают незначительное влияние на уровень сахара в крови. И в случае эритрита и монита гликемический индекс вообще нулевой. И единственное исключение здесь – это мальтит, который имеет гликемический индекс 36. Это по-прежнему очень мало по сравнению с сахаром и рафинированными углеводами. У полиспиртов, помимо сладости, есть ещё некоторые прикольные интересные свойства. Сахарные спирты, как ксилит, эритрит и сорбит, защищают зубы от кариеса. И это одна из главных причин, почему они так популярны во многих жевательных резинках или зубных пастах. Флора, или плохие бактерии в полости рта, на самом деле питаются ксилитом, могут его усваивать. Но они не в состоянии перерабатывать продукты обмена ксилита. Поэтому всё заканчивается тем, что они погибают, задыхаясь в своих собственных экскрементах, как выразился один известный эксперт, на которого я готовлю ролик. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха ещё газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. Эритрит, к сожалению, не так хорошо исследован, как ксилит, но интересное исследование на людях. На 485 школьниках выяснилось, что на самом деле эритрит лучше защищает от кариеса, чем ксилит или тот же самый сорбит. Некоторые объёмные подсластители для своего растворения требуют дополнительного количества теплоты, вследствие чего раствор охлаждается, во рту возникает такое приятное ощущение холодка. Эти свойства в разной степени выражены у всех палеолов или сахарных спиртов. У ксилита, у мальтита, эритрита, сорбита, монита, изомальта, лактита. Дело в том, что данный эффект объясняется отрицательной энтальпией раствора, благодаря чему возникает так называемый освежающий эффект, который наблюдается при растворении какого-либо кристалла в воде. Однако, если для мятных изделий это явление желательно, то для большинства других изделий, в частности шоколадных или выпечки, это нежелательное явление. Мы можем подвести краткий итог. Ксилит, эритрит, сорбит приводят к улучшению здоровья зубной ткани. Ксилит был изучен наиболее хорошо, но есть некоторые доказательства того, что эритрит является самым эффективным из представленных сахарозаменителей. Сахарные спирты могут кормить дружественных бактерий в кишечниках. И иметь пребиотический эффект, как, например, пищевые волокна или клетчатка. Интересное свойство сорбита заключается в том, что он уменьшает потребность организма в витаминах группы В, что, вероятно, связано с повышением их синтеза в кишечнике вследствие изменения бактериальной флоры. Но, опять же, у меня есть ролик про витамины. Это такая незначительная корреляция. Но факт есть факт. Следующий пункт – это здоровье костей. Многие исследования на крысах показали, что ксилит может увеличить объём костной ткани. Да, подсластитель, объёмный подсластитель может влиять на ваши кости и может улучшать костную минерализацию. И есть даже материалы, которые говорят о том, что это защищает от остеопороза. Следующий пункт – коллаген является основным структурным белком в коже и соединительной ткани. Исследования на крысах показали, что ксилит может увеличивать производство синтез коллагена. И самое главное, о чём мы должны сказать. AD для всех подсластителей был создан Объединённый продовольственные сельскохозяйственные организации, Всемирные организации здравоохранения, Комитетом экспертов по пищевым добавкам. И вообще он не определён, его просто нет. А это значит, что данные продукты безумно безопасны в любых количествах. Но основная проблема с сахарными спиртами заключается в том, что они могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно при употреблении в больших количествах. Понос. Дело в том, что они просто медленно всасываются в кишечники, намного медленнее, чем глюкоза. Это связано с тем, что они абсорбируются путём простой диффузии за счёт разницы градиента концентрации в кишечнике и крови, а не с помощью переносчиков-активаторов. Об этом у меня тоже есть подробные материалы. Например, я рассказывал о переносчиках в ролике про BCAA. Они медленно всасываются. Многоатомные спирты, поэтому создают осматическое давление, и у вас просто набирается большое количество жидкостей в кишечнике, а также влияет на флору. А метаболиты флоры – это вздутие живота. Это осматический понос, поэтому суточная доза не должна превышать 30 г в день. Для всех полиспиртов. А для лиц даже в пожилом возрасте эти показатели меньше – 15-20 г. Потому что более высокие дозы оказывают более сильный послабляющий эффект и вызывают тошноту и даже иногда рвоту. Есть исследования ОКУ и Аказаки. Отметили, что женщины более устойчивы к диарее вследствие высокого приёма эритрита, чем у мужчины. Да, гендерные стереотипы и всё такое. Более того, диарейный эффект сорбита больше, чем у эритрита. При использовании ксилита и сорбита следует всё-таки начинать с небольших доз – 10-15 г в сутки – для того, чтобы определить индивидуальную переносимость, в том числе послабляющий эффект. Просто экспериментируйте на себе. Если вы пользуетесь любыми подсластителями на основе этих веществ, посмотрите таблицы и решите для себя, на каком подсластителе вы хотите остановиться. Идеальный подсластитель на эритрите. Он лучший из всех полиспиртов. С другой стороны, например, сорбиты и другие полиспирты благоприятно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулируют выделение желудочного сока и обладают желчегонной активностью. Например, в любой аптеке вы можете купить препараты для лечения болезней желчевыводящей системы на основе сорбита или ксилита, потому что они улучшают отток желчи, устраняют её застой и облегчают состояние больного. Но это касается людей с проблемами. Сорбит с успехом применяли при острых и хронических заболеваниях печени. И при его употреблении отмечается также значительное улучшение уже на второй-третий день. Это и означает, что людям с желчекаменной болезнью и людям с проблемами с конкрементами в поджелудочной железе или в желчевыводящих путях нужно быть очень осторожным и консультироваться с врачом при применении полиспиртов, потому что можно просто-напросто потерять пузырь, если конкремент застрянет в протоке под действием желчегонного эффекта. Организм просто не может переварить большинство из полиспиртов. Так что они идут дальше, в толстую кишку, где метаболизируются кишечными бактериями. Также, если у вас есть синдром раздражённого кишечника или чувствительность к фудмэп-углеводам, о которых я тоже говорил вот здесь, я рекомендую не употреблять полиспирты. Сорбит и монит кажутся самыми активными из всех полиспиртов, которые вызывают максимальное количество проблем, а эритрит имеет минимальное количество побочных эффектов. Ксилит тоже хорошо переносится людьми, но он довольно токсичен для собак, поэтому собачникам лучше ксилит не употреблять. Дело в том, что когда собаки потребляют ксилит, их тела начинают выделять очень большое количество инсулина. Когда количество инсулина повышается, у собаки случается гипогликемическая кома, и это, соответственно, приводит к смерти. Но это не касается людей, и нельзя переносить модели животных на людей. И, кстати, тут ещё выяснилось, что эритритол можно использовать в качестве пестицида в самых разных вариантах для борьбы с взрослыми особами, например, или кладками яиц, или личинками, или всеми этими гадостями одновременно. Это натолкнуло исследователей на мысль, что данное вещество можно использовать в качестве пестицида, даже более безопасного для человека, чем остальные инсекцициды и пестициды, которые используются сейчас, которые также вызывают тяжелоотравление или в больших количествах токсичны. И самое главное ещё раз – на разные биологические виды разная химия действует по-разному, и это прекрасно. Итак, выводы из всех сахарных спиртов. Эритрит кажется явным победителем. Клинические исследования показывают, что он почти не имеет калорий, не влияет на уровень сахара в крови и вызывает значительно меньше проблем с пищеварением, чем другие при потреблении 1 грамма на килограмм массы тела. То есть, я могу съесть на свою массу где-то 80 грамм спокойно эритрит и не получить проблем, что невозможно с другими подсластителями. Большинство не вызывает всплеска инсулина. Низкий инсулиновый индекс имеют и имеют положительное влияние на здоровье полости рта и кишечника. И это хорошо для ваших зубов. Это не будет в конечном счёте вредить вашей собаке. Кроме того, у них хороший вкус. И если суммируя, всё вместе это как сахар, только с очень низким количеством калорий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok